Центральный рынок – один из наиболее масштабных торговых объектов города. Видимо, в мыслях о покупках многие напрочь забывают о том, что в регионе действует режим повышенной готовности из-за пандемии. Социальная дистанция соблюдается далеко не во всех рядах. С масками дела обстоят лучше, они есть почти на каждом покупателе. Но о том, что нужно закрывать не только рот, но и нос, помнят далеко не все. С начала пандемии Роспотребнадзор ввел обязательные для граждан меры против распространения коронавируса. Основные из них – ношение масок и перчаток. Этих правил для посещения общественных мест никто не отменял. Кроме того, заболеваемость и смертность от ковида в регионе продолжают расти. Однако на улицах и в общественных местах остается множество нарушителей. Почему вы взяли маски? Потому что я на улице, дорогая. Вы никогда не носите маски? Нашу, когда захожу в помещение. У меня между покупателями дистанция полтора метра позволяет. Почему вы без маски? С маской только чай попила. Сейчас одену. Ой, мама, можно я ее не умею? А почему вы без маски? Маски я в маске. А, у меня есть маска. Всегда ее носите? Да. А почему сейчас не маски? Это сейчас я покушал и забыл. Вот она. Как выяснилось, многие продавцы и покупатели пренебрегают мерами защиты. Некоторые не видят в этом смысла и думают, что при минусовой температуре вирус погибает, а значит, контактировать с людьми можно без масок и социальной дистанции. Другие зачастую забывают надеть маску, выполняя свою работу. По нашим наблюдениям, в эту категорию попадают в основном работники уличных палаток. Не заболею. Я деревенская, у меня настроения бодрые. Поэтому у меня медики вокруг, окружают. Я все полезное ем, поэтому я здоровая. Сердце надо верить, девушка. Почему? Бог езжу, какой болезни не будет. Сердце надо верить. Так что же на самом деле происходит с коронавирусом на морозе? Ранее сотрудники Роспотребнадзора отмечали, что передача ковида возможна вне зависимости от особенностей климата и погоды. Главную угрозу составляет температура свыше плюс 37 градусов по Цельсию. Но даже в этих условиях вирус погибает спустя 2 или 3 дня. Поэтому нужно обязательно носить маски и перчатки и не пренебрегать мерами защиты.